приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала вчера на чемпионате европы состоялись два интереснейших матча и вот с каким счетом они завершились сначала вопреки прогнозам которые сводились к победе голландцев над чехией последние взяли и обыграли оранжевых причем сделали это совершенно уверенно так и не дав попасть в створ ворот своей команды сборной нидерландов за 90 минут всего же у голландцев четыре удара по воротам таким образом голландцы впервые за 89 матчей проведенных именно чемпионатах мира и европы ни разу не попали в створ ворот соперника чехи пробили по воротам девять раз пять раз угодив в створ ворот у сборной чехии отличились защитник томаш голеш он также ассистировал патрику шику забившему второй гол если вынести за скобки выступления турецкой сборной и наших миллионеров то третьим разочарованием на турнире можно посчитать беззубое выступление голландцев оступившихся на стадии 1 8 финала наставник оранжевых франк де бур может посоперничать с нашим стасом за титул самого неудачливого тренера на евро тактический матч был провален тренерским штабом голландцев поставившим перед игроками сборной невыполнимую задачу переиграть на втором этаже высоченных и мощных чехов а во втором тайме за дело взялся наш арбитр сергей карасёв на 55 минуте он удалил за игру рукой матой садиликта оставив тем самым сборную нидерландов доигрывать матч в десятером для амбициозных чехов хватило мастерства и хладнокровие довести матч до нужного им результата таким образом последняя победа голландцев на стадии плей-офф чемпионатов европы датируется далеким 2004 годом когда в четвертьфинале по пенальти были повержены шведы относительное удачное выступление оранжевых на мировых первенствах немного скрашивает провальную статистику выступления на европейских первенствах на стадии плей-офф но думаю достаточно о неудачниках хотя я уверен у них немало приверженцев которым сам тоже отношусь сборная же чехии одна из атлетичных команд на евро встретиться в четвертьфинале с техничными датчанами в боку 2 июля матч состоится в 19.00 по москве датчане напомню в матче 1 8 финала ранее разгромили уэль со счетом 40 соперником сборной италии также ранее обыгравший неуступчивых австрийцев со счетом 21 должны были стать либо португальцы либо бельгийцы игравшие вчера поздно вечером по москве в своем предыдущем видео анонсировавшим встречу этих команд я горько сетовал на превратности жеребьевки которая свела на такой ранней стадии двух претендентов на медали любого достоинства на нынешнем чемпионате европы а именно сборную бельгии и португалии и к разочарованию многих болельщиков симпатичные и свежие португальцы по всем статистическим параметрам превзошедшие бельгийцев вынуждены ехать домой и понятно разочарование наставника сборной португалии фернандо сантуша сетовавшего после матча на четырехкратное преимущество игроков своей команды в таком компоненте как удары по воротам их было нанесено 24 из них 5 в створ единственный же удар в створ ворот португальцев обернулся для них кошмаром ударом со средней дистанции гол на 42 минуте забил тарган азар таким образом португальцы не выходят в четвертьфинал европейского первенства впервые с 1 1984 года в который раз игра бельгийцев вызывает вопросы и например в этой игре они явно не смотрелись лучше вдобавок ко всему еще и потеряли в начале второго тайма из-за небольшой травмы лидера кевина де брейна такая с одной стороны малозатратная игра бельгийцев однако приносит им результат и теперь их ждет уже серьезная проверка в четвертьфинале где их поджидает сборной италии и вот там бельгийцам придется серьезно раскрываться чтобы одолеть техничных быстрых и сильных представителей сквадра отзоры а как показала сегодняшняя игра проблемы у сборной бельгии в обороне все-таки имеются это будет игра достойных соперников и как всегда остается сетовать что сборные бельгии и италии сойдутся на относительно ранней стадии на евро но как мы все знаем на стадии четвертьфиналов слабых соперников уже не бывает поэтому в предвкушении красивого футбола этот матч пройдет в мюнхене на альянс-арене 2 июля в 22 00 по москве сегодня 28 июня в копенгагене в 19 00 по москве сыграют хорваты с испанцами смотрите игру на матч-тв ну а завершать игровой день будут сборные франции и швейцарии они встретятся в бухаресте в 22 00 по москве смотрите игру на телеканале россия 1 а я на этом с вами прощаюсь всего вам доброго и до новых встреч с уважением ренат